Из годового отчета компании предварительная сумма сделки по МТС по продаже сегмента бизнеса в Армении составила 209 миллионов долларов. МТС продал 100% акций зао МТС Армения, а также платежной системы зао Мобидрам. В отчете МТС говорится, что соглашение о продаже актива было подписано в декабре 2023 года за денежное вознаграждение в размере 209 миллионов долларов. Обыски прошли в квартире, на даче и в гараже бывшего председателя Высшего судебного совета Армении Рубена Вардазаряна. Напомним, что в ходе пресс-конференции 20 июня 2022 года Вардазарян опубликовал запись своего разговора с Джангиряном. Тем самым пролив свет на ряд эпизодов, связанных с давлением на судебную систему. Во время разговора Джангирян уговаривает своего собеседника Вардазаряна уйти по-хорошему, то есть оставить пост главы ВСС под гарантией о том, что в будущем ему не будет грозить уголовное преследование. Заместитель министра экономики Армении Нарек Терьян 6 марта провел встречу с представителями 16 частных компаний из Ирана. Об этом новости Армении сообщили в пресс-службе Минэкономики. Обсуждались возможности сотрудничества в сельском хозяйстве, животноводстве, производстве кормов, промышленности, машиностроении, дорожном строительстве и других сферах. В ходе визита Пашинян провел личную встречу с президентом страны Абделем Фатахом, после чего состоялись переговоры в расширенном составе. Визит в Египет, по всей видимости, является частью усилий привлечения внимания международного сообщества к ситуации в регионе и поиска новых партнеров для диалога.